Девушки отдыхают Весной 2014 года мало кто мог себе представить, сколько продлится так называемая антитеррористическая операция на востоке Украины. Но АТО очень быстро стало де-факто войной. Практически тотчас, так сказать, народное ополчение Донбасса обзавелось российскими танками, а уже в конце лета на украинской земле действовали подразделения армии РФ. Маски более сброшенной, количество доказательств российского вторжения увеличивалось параллельно росту числа погибших с обеих сторон. Время шло, накал боев лишь нарастал совершенно незаметно. Горячее лето превратилось в не менее горячую осень. Фактически сопротивляясь агрессии сопредельного государства, Украина вступила в первую военную зиму. Субтитры предоставил DimaTorzok Это 30-я серия фильма про АТО «История войны». Мы изучаем ход Российско-Украинской войны, какие цели преследует Российская Федерация, развязав агрессию на востоке Украины, как связаны боевые действия, дипломатия, политика и экономика, и почему все эти события влияют на жизнь Европы. В декабре интенсивность боев несколько снизилась, однако далеко не щепетильное соблюдение минских договоренностей стало этому причиной. Войну на Донбассе справедливо называют «войной артиллерией». Получив бесценный боевой опыт и восстановив боеспособность после летних боев, украинские боги войны медленно, но уверенно начали диктовать противнику свою волю. Опасность точного и, главное, оперативного арт-удара по выявленным целям остужала горячие головы боевиков и их российских кураторов. Теперь этот фактор удерживал последних от чрезмерной активности. Но игра пошла по-крупному, и впредь без артиллерийской поддержки не обходилась ни одна военная операция. Так, уже 1 декабря в районе Бахмутской трассы боевики предприняли атаку в районе села Сокольники по украински Сокильники. Примечательно, что позиции украинских военных предварительно были трижды обстреляны с применением РСЗО «ГРАД». Но, несмотря на интенсивное огневое воздействие, позиции в этом районе были удержаны. В тот же день боевики заявили о захвате старого терминала Донецкого аэропорта. Здесь следует отметить, что это здание российский спецназ занял еще в результате атаки 29 ноября. Однако, буквально следующей ночью украинские силы выбили противника с занятых позиций. Но закрепиться на оставшихся руинах уже не было возможности. Разрушение стен привело к тому, что последующее удержание старого терминала повлекло бы лишь бессмысленные потери. И для того, чтобы российские войска не использовали это здание как плацдарм для атак на терминал «Новый», было принято решение его уничтожить. Следующей ночью саперами 91-го отдельного полка оперативного обеспечения здание аэровокзала было частично взорвано. Еще две ночи по зданию старого терминала аэропорта Донецк работали украинские самоходные установки 2С-7ПО. После попадания 50 снарядов калибра 203 мм старый терминал стал непригоден к оборудованию пунктов обогрева и боепитания и тем более каких-либо позиций. 1 декабря в Донецке появился генерал российской армии Ленцов. Официальной его миссией было так называемое урегулирование кризисной ситуации, прекращение штурмов аэропорта и снижение градуса напряженности с обеих сторон. Однако, учитывая тот факт, что накануне в боях за ДАП погибло около 30 бойцов элитных российских подразделений, вполне вероятно, что одной из задач генерала была организация скрытной эвакуации тел погибших. В то же время территория Донецкого аэропорта была обстреляна в этот день 11 раз. А перемирие существовало лишь на бумаге. 2 декабря с применением РСЗО «Град» были обстреляны позиции 24 батальона территориальной обороны «Айдар» в районе Счастья. Погибло двое солдат. Близного Азовска в процессе выхода с подконтрольной украинским властям территории была обнаружена разведывательная группа противника. Завязался бой, и, пытаясь прорваться к своим, диверсанты противника зашли на свои же минные поля, что привело к потерям в виде убитых и раненых. На следующий день в районе Мариуполя произошла артиллерийская дуэль. Применив РСЗО «Град», боевики обстреляли одновременно две украинские позиции в восточне города. Украинская артиллерия нанесла ответный удар и добилась уничтожения нескольких пусковых установок. В результате повторного удара боевиков был ранен один украинский солдат. 3 декабря в районе Донецкого аэропорта удалось достичь локального перемирия и организовать взаимную эвакуацию убитых и раненых. По сообщениям разведки, часть российских подразделений, понеся потери в недавних штурмах ДАП, были выведены в тыл для восстановления боеготовности. Примечательно, что среди погибших террористов было идентифицировано тело начальника штаба одной из бригад специального назначения Вооруженных сил РФ. Российский офицер погиб от осколочного ранения, скорее всего, в результате заградительного огня украинской артиллерии. Буквально на следующий день перемирие было вновь нарушено. Боевики атаковали украинские позиции в аэропорту 8 раз. В районе станицы Луганской противник сконцентрировал ударный кулак в виде двух дивизионов ствольной и реактивной артиллерии. Украинские позиции были атакованы силами 8 танков, как минимум одна машина была ответным огнем уничтожена. В этот же день в районе Мариуполя в результате подрыва на минном поле погиб десантник из Мордовии с позывным «Самурай». Еще 15 боевиков получили ранения. Цифра не случайна. Штатная численность разведгруппы спецназа составляет как раз 16 человек, и, вероятно, погибший был тем, кто инициировал мину. В этот же день в районе Бахмутской трассы было зафиксировано применение самоходных арт-установок 2С1 «Гвоздика», которые по ночам вели огонь по украинским войскам с использованием временных огневых позиций, кратковременно выдвигаясь на них, используя так называемый кочевой метод. Причем в результате обстрела этими арт-установками города «Счастье» было ранено двое местных жителей. Подобная ситуация повторилась и в следующую ночь, но уже в городе станицы Луганска. Итог был печален. Двое местных жителей погибли. Оговоренные в высших эшелонах власти перемирья часто не соблюдаются на передовой ввиду того, что солдат, потерявший бою друга, не всегда отстаивает интересы государства, иногда он просто мстит. И наоборот, в случае крайней необходимости, будь то обмен свежезахваченными пленными или эвакуация с поля боя погибших, такой локальный временный мир может быть заключен без приказа вышестоящего командования. 5 декабря украинские позиции в Донецком аэропорту были вновь атакованы. По неизвестной причине боевики предприняли бесхитростную лобовую атаку и вполне логично потерпели поражение. Оставив на поле боя тела своих погибших солдат, террористы отступили. Однако в результате обстрела в село Пески, близ аэропорта, погибло 6 солдат 93-й бригады. На следующий день в районе Мариуполя вновь были применены реактивные системы залпового огня «ГРАД», управляемые противотанковые комплексы и минометы. В результате ответного огня один миномет был уничтожен вместе с тягачом, дополнительным боекомплектом и расчетом. Украинские позиции были обстреляны в этот день 4 раза. Уточним, что РСЗО «ГРАД» — оружие посредственной точности и бьет оно не по целям, а по площадям, то есть в район, где цель находится. Оно предназначено для борьбы с неокопанной пехотой и техникой. И с учетом того, что шел четвертый месяц позиционной войны, зачастую от осколков страдали преимущественно гражданские лица, так как военные сооружения к тому времени были уже неплохо защищены. В ночь с 6 на 7 декабря украинские позиции в районе Донецкого аэропорта были обстреляны 8 раз из различных видов артиллерии. Также минометным обстрелом подверглись позиции в районе «Счастье» и «Бахмутской трассы». Там, где это было возможно и не угрожало жизням мирных жителей, или артиллерия открывала эффективный ответный огонь по противнику. С тобой, Юперша! 8 декабря боевики вновь обстреляли «Пески». Этот небольшой поселок в торце взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта до войны насчитывал население в 2000 человек. Над головой его обитателей, гудя резонансом в оконных рамах, летали международные рейсы. Стараниями людей, которые именовали себя защитниками Донбасса, зимой 2014 года в населенном пункте осталось несколько десятков местных жителей и ни одного неповрежденного здания. В этот же день была достигнута договоренность о прекращении огня в окрестностях Дат, но соблюдалась она лишь частично. Не обращая внимания на прибытие в район российского генерала, часть боевиков продолжала обстрелы и атаки. Война — искусство обмана. Поэтому параллельно с переговорами о перемирии российские войска продолжали накопление сил в районе Донецкого аэропорта. Для упреждения атаки и склонения противника к соблюдению условий перемирия по этим скоплениям войск были нанесены ракетные удары. Восьмой день первой военной зимы стоил государству Украина семи человеческих жизней. Девятого декабря прекращение огня состоялось. В отличие от фильмов про войну, в реальности сложно сходу определить, кто друг, а кто враг. Любой местный боевик, который не хвалился в сети интернет, фото-видео доказательствами своей причастности к так называемому ополчению формально чист перед законом. Он может переодеться в гражданскую одежду и, воспользовавшись своим гражданским паспортом при некотором везении, без проблем пересечь линию разграничения в пункте пропуска. Обратим внимание, что часто боевики таким образом передавали заработанные деньги своим семьям, которые проживали в безопасности в тылу украинских войск. Но иногда целью таких поездок было введение подрывной или террористической деятельности. Так, 10 декабря на блокпост к военнослужащим 39-го батальона обратились люди в форме работников Луганского энергетического объединения с просьбой о помощи в ремонте линии электропередач. Не проверив документы у этих электриков, солдаты на автомобиле выдвинулись на помощь и попали в засаду. Во второй декаде декабря интенсивность боев резко снизилась. 11 декабря в аэропорт прибыли наблюдатели ОБСЕ. Они констатировали факт разрушения здания старого терминала, зафиксировали следы применения тяжелых вооружений и разрушения инфраструктуры аэропорта. Играя на публику, боевики в присутствии иностранных наблюдателей огонь не открывали. Это очередное перемирие было характерно весьма странными, но для условий гибридной войны неудивительными событиями. По результатам достигнутых договоренностей, ротация украинских подразделений в аэропорту проводилась через блокпосты боевиков. Без боя, но с досмотром личных вещей, украинских военных пропускали к зданию терминала и обратно. Этот шаг позволил снизить количество потерь, но не добавил авторитета командованию. Солдат видит войну из собственного окопа. Он судит об армии, ее снабжении, мотивации и боеспособности по себе и своим ближайшим товарищам. И ветеранам боев за аэропорт было чем гордиться. Они сломали хребет немалому количеству отборных подразделений противника. Откуда им было знать, что они – это лучшее и, пожалуй, единственное, чем располагала Украина на тот момент? Формировался фронт. Цепь взводных опорных пунктов – тонкая красная линия длиной в 450 километров. С юга на северо-восток, от Мариуполя до Счастья. Началась первая военная зима. Субтитры создавал DimaTorzok